приветики приветики мои все дорогие и я хочу сегодня затронуть такую тему русские русскоговорящие на сайтах знакомств в америке и так как я одна из бывших участниц русскоговорящих сайтов знакомств в америке то хочу вам немножечко рассказать о том какие кандидаты там на сайте знаком значит первое первое это будет там обязательно большое количество женатых мужчин огромное количество женатых мужчин даже не могу вам описать насколько их много огромная часть 2 это неудачники не непонятные вообще странные люди абсолютно которые побывав например прожив в америке 10-15-20 лет ничего не добились вообще вот такие непонятные ничего себя не представляющие мужчины следующее маленький совсем процент будет это более-менее более-менее что-то может быть разумное в мозгами говорящие думающие но она тебе боженьки шамэнэнэ гоженьки шось таке и еще категория людей это мужчины которые приезжают сюда на время поработать и ищут себе вторую половинку все все ищут вторую половинку все скажу что вот может быть 0 0 0 1 процент это нормальный мужчина который действительно ищет ну как бы относительно нормальный мужчина ищет как бы женщина ну естественно нормально все же нормально ищет женщин понимаешь я буду говорить час про мужчин категорию мужчин которые на сайтах и про категорию женщин которые на сайтах я могу тоже сказать и своих знакомых которые я знаю там находится Значит, достаточно обеспеченные дамы, которые свой бизнес есть, там в салоне может она работать, в общем, у неё неплохо всё, но она может жить с родителями, например. Ну, так удобнее. Женщины, которые постоянно в поисках, в поисках просто для здоровья, для секса, такие лёгкие отношения, есть такие же и мужчины, да, ну давайте я сейчас просто про женщин скажу. Женщины, которые категорически хотят замуж, женщины, которые просто встречаются для того, чтобы покушать, пообедать, пообщаться, просто провести время. Всё. Всё. Я не буду, не, там есть, конечно, дамы, которые с запросами, им только нужны дорогие рестораны и какие-то там отдыхи или что, я не знаю. Давайте я буду говорить только про то, что я знаю. А есть, конечно, ещё больше там категорий женщин, но я, так как я по мужчинам, да, и поэтому я про мужчинам чуть больше могу сказать. Женщина, наверное, по поводу женщин может уже сказать мужчина. Так, что я имущество. А, я не буду говорить, наверное, про больных на голову мужчин, которые говорят, это тоже маленький процент такой, да, которым нужна там, я ищу властную женщину, я люблю, чтобы меня поругали, на меня там покричали. Это сексуально озабоченные мужчины, которые, ну, чересчур сексуально озабоченные. Мужчины на сайте все сексуально озабоченные. Это есть категории, которые вот мозгами поехавшие сексуально озабоченные. Там вот такая категория, тоже она небольшая. Я не буду говорить про фейки, это само собой. Потом, кто, кто, что ещё, да. Давайте, давайте ещё раз повторю. Значит, женатик – это то, что самое главное бросается в глаза. Просто, знаете, я их назвала бы, наверное, писатели. Они любят просто писать. Некоторые фейки, они тебе там в итоге дальше попросят с тебя денег. Писатели-то столько с тобой будут переписываться, и дальше больше ничего не пойдёт в дело, они что-то там, я вообще не понимаю, зачем. Ну, тоже, наверное, с мозгами сложно. Женатики, вы понимаете, им только нужно секс, и, может быть, какие-то из женатиков с вами ещё поедут куда-то отдохнуть. Возможно. Навряд ли. Возможно. Скорее всего, это такие отношения, да. Встретился, поулыбался, пообнимался, и на этом всё заканчивается. Это с женатиками. Дальше. Есть просто такие лавеласы, которые могут за ваш счёт что-то неплохо хотеть. И женщина сама не понимая, и платит ещё, и спит с ним, и всё. Навряд ли сможем найти нормального мужа. Это у меня знакомая нашла себе мужа, она говорит, я 10 лет была на сайте, мамба, будете спрашивать, какой сайт. 10 лет она была на сайте, она говорит, перелопатила уже столько мужчин, говорит, и друзей очень много, говорит, осталось у меня именно с мамбы. И вот она вышла замуж. И вот они нашлись, и быстренько-быстренько, и через 4 месяца они женились. Ну вот живут, купили дом, живут, как там оно, что оно, всё остальное, я не знаю. Здесь будешь, если более-менее что-то приличное находится, то держишься. Ты уже сильно не рассматриваешься, сильно он тебе там нравится, не сильно он тебе нравится. Есть ли какая-то химия, нет? Я смотрю, что здесь, что всё совпадало. Вы понимаете, я не сильно смотрю так на это здесь. Более-менее зарабатывает, на ногах стоит, мужчина сильно красавица не должен быть, мозгами вроде работает, уже можно замуж выходить, особенно если предлагает. Ну, как-то вот так. Есть, я не знаю. Временем замороженные мужчины, это когда он ещё до сих пор слушает «Ласковый май», и ему 40, например, там, 2, 3, 4, 5 лет. И вот это вот, это у меня такой случай был, да, садишься в машину, там «Ласковый май» играет. Господи, я уже не хотела даже в машину. Такий букет цветов, довольно-таки мужчина, обиженный женщинами. Знаешь, как по фотографии, в общении по телефону разговариваешь хорошо, вроде бы как хорошо. Бывают такие мужчины попадаются, что он тебе постоянно рассказывает, например, о том, как он жил в предыдущих отношениях, как он не может развестись с женой, как они делят этого ребёнка. Боже мой, ты понимаешь, и ты вот сидишь на этом всё, и ты понимаешь, вот 5 минут по телефону поговорил, или за ужином говорил, посидел, ужин, да, посидел, и ты понимаешь, он не кушает, он постоянно что-то жалует, рассказывает, жалует, рассказывает, думаешь, нет, это уже не мужик, это уже чёрт-те что, и сбоку бантик. Когда я нырнула на сайт знакомств, и вот такой вот опыт. То же самое у меня было ещё то знакомство с Лёшей. Тоже я так нырнула, но я хотела там как бы англоговорящего себе найти, и так получилось, что нашла русскоговорящего, от которого сейчас уже освободилась. Я на данный момент не хочу вообще никаких отношений, вообще никаких, потому что сейчас хочу полностью заниматься собой и жизнью своей, и больше внимания на себя любимую, а потом время покажет, что и как. Так, потом я сейчас вам скажу, какие моменты бывают на сайте знакомств. Во-первых, фотографии абсолютно разные отправляют, то есть мужчины ставят фотографию похожего мужчины на себя, потому что он женатый. Точно так же замужние женщины, наверное, находят таких же женатых мужчин. А когда общаешься с таким женатым мужчиной, зачем тебе надо, и как, а до этого всё нормально было? А до этого, оказывается, у него другая была женщина, но она уехала во Флориду. То есть она была замужем, у неё был муж, и он женат, у него жена, и они вот так вот встречались, там, десятилетиями встречаются на стороне. При этом никто ни с кем не собирается разбегаться. Вот, оказывается, у всех плохо с жёнами сексом, понимаете? Жён и хорошие, а секс у жён плохой. Ищут хороший секс. А потом, значит, только разведённый мужчина. Например, он только развёлся, и он чаще всего, я уже говорила, да, повторюсь, он чаще всего рассказывает за неудавшиеся отношения и какой он хороший. Ну, здесь чаще всего вопросы задаются такие, когда ты знакомишься, да, как долго ты живёшь в Америке, какие документы. Потому что если у тебя с документами не в порядке, то ясно, что тебе от мужика надо документы. И тут уже совсем по-другому разговор идёт, или он не продолжается вообще. Если у тебя с документами всё нормально, то вы на равноценном уровне общаетесь. То есть ему от тебя не нужны документы, и тебе от него не нужны документы. Всё, теперь можно строить какие-то отношения. Какие они уже будут, это уже другой вопрос. Чаще всего люди живут в разных штатах, может быть, в разных городах, очень далеко, может быть, друг от друга. Я считаю, что полчаса у нас здесь, это как бы не очень далеко. Но в зависимости от того, насколько эти полчаса с пробками, или это полчаса по хайвее ехать. То есть здесь немножко по-разному. Чаще всего бруклинские знакомятся с бруклинскими, потому что там всё рядом, они варятся в одном котле. Почему я говорила, что Бруклин – это огромная постель, потому что они там друг с другом. Все вошкаются вот так, и весь Бруклин на сайте, большинство женщин. Мужчин очень с Бруклина тоже много. И я же о чём вам и говорю, что чаще всего им выгодно брать женщину не в Бруклине, потому что очень много знакомых, рядом может быть, ты там сильно в какой-то кафе не пойдёшь, потому что опять много знакомых. Это же как большая деревня. Поэтому женатикам выгоднее брать себе вторую половинку, я не хочу говорить любовницу, вторую половинку легче всего брать с другого города, как бы даже с другого района, то есть другого штата, например. Допустим, ему надо будет минут 30 до неё ехать, или от неё тоже до, но он более-менее спокойно себя чувствует, потому что рядом никого из знакомых. Ну, возможно, больше вероятности не будет. Женатики тут много плодятся на сайтах знакомств. Мужчины, которые из та категории мужчин, про которых я говорила, которые жалуются на женщин, на своих жён, на бывшие отношения, ну, это чёрт-те чё, я говорю, это побитые жизни мужчины, это мужчина рядом не должен быть, по крайней мере, со мной он не должен быть. Если такая же побитая женщина рядом с таким побитым мужчиной, они для дружку нашли и как-то выкарапкиваются, ну, это их дело, да. Я сейчас немножечко уже, знаете, как набралась опыта здесь в плане отношений, и я понимаю, что мужчина рядом со мной должен быть достаточно сильный, в каком плане, что всё, что у него было позади, мне не надо это всё рассказывать в подробностях, и на уши мне это всё постоянно рассказывать, как тяжело в Америке, как это всё тяжело даётся, и вот надо как-то с этого выгребать, и вот давай вместе. Нет, сначала ты выгреби со своих отношений больше, а потом уже можем с чистой головой, да, и с таким уже более-менее спокойным сердцем начинать отношения, к примеру, начинать отношения, да. А когда ты начинаешь отношения с того, что ты ещё в новых отношениях рассказываешь про старые, и у тебя ещё всё болит, и душа, и тело, и мозги, и ты на этом всё повёрнутый, и ты не закрыл ни один цикл своих прошлых отношений, и ты ещё в полуразводе, это вообще фигня, очень часто такие тоже случаются, а ещё ты должна из того, что мужчина говорит, поделить всё как минимум на два раза, а может быть вообще умножить на ноль, и не верить, потому что здесь сказки могут рассказывать тебе очень неплохо, нужно быть очень ушлой, очень нужно быть здесь такой, знаете, как межстрок читать, очень неплохо, обязательно. Потом, что очень часто бывает, просто тебе пишут непонятные, какие-то сообщения, просто тебе сердечко, я всегда думаю, так, если тебе сказать нечего, ты просто кидаешь сердечко, то пошёл ты на это сердечко, вместе с этим сердечком подальше, очень много блокировала я, это всё, честно скажу, очень много времени забирает, и мне это просто, честно говоря, надоело, и я не хочу, возможно, я немножечко, как бы сейчас у меня этот переходный период пройдёт, когда я приеду с Украины, я с ногами займусь, операцию сделаю, да, у тебя на ноги, вот это всё, я немножко восстановлюсь, и что я буду делать? Я буду продвигать свой бизнес, и мне мужчина, как бы, не сильно нужен, чтобы тратить на него здесь сейчас время. В своём новом этапе жизненном я немножечко больше уже, более стану крепче, и более сильнее, и уверенно, и то, возможно, я тогда немножечко посмотрю в ту сторону, где мужчина обитает, и то я не уверена, что мне бы хотелось русскоговорящего, я вообще, честно говоря, вообще даже не знаю, что я хочу, я сейчас вообще никакого мужчины рядом не хочу, вообще, потому что мужчина у меня забирает очень много внимания, и мне это не надо, я сейчас этого не хочу, потому что, я же говорю, у меня немножко другой этап жизни сейчас начинается, в плане моего бизнеса, работы, издовольничества. А по поводу сайта знакомств, я не знаю, меня может быть смотрят девчонки, которые живут в Америке, может быть, даже те, которые живут в Нью-Йорке, Бруклине конкретно, а эти вообще женщины, даже понятия не имеют, что у них детям, одному 4 годика, другому 7, например, лет, да, их муж, на сайте знакомств, некоторые, я же говорю, повторю ещё раз, не меняют фотографию, а некоторые хоть хитро как-то делают, хоть ставят фотографию чуть-чуть похожих мужчин, но не свою, а потом бывает фотографию делают там полулица, или просто ноги, ну вот такое что-то непонятное, да, хоть что-то, что было, или скидывают свои фотографии только, ну естественно меняют и имя, потом похожие какое-то ставят, фотографии могут тебе просто скидывать в сообщение, когда ты начинаешь с ними переписываться на сайте. У меня всегда такая схема была, я же говорю, сейчас я не трачу на это время. На комплименты я не реагирую, какая вы классная, какая вы хорошенькая, какая вы мусю-сюпочка, мулю-пупочка. Я на это не реагирую, я считаю, что мужчине, наверное, нечего написать другого, только комплимент. Какая я, я знаю, мне не надо, чтобы мужчина писал мне комплимент. Я реагирую, когда мужчина пишет, привет, как у тебя дела, хотел бы с тобой познакомиться, или пообщаться для начала, давай, если вдруг всё окей, то могли бы встретиться. Вот, вот, я на это реагирую. Да, ой, привет, я тоже пишу, привет, окей, да, я не против, давай для того, чтобы до того, как встретиться, давай хотя бы пообщаемся по телефону, потому что, возможно, на телефонном разговоре у нас всё и остановится. У меня чаще всего так бывает. Вот, всё, скажу честно, что я начинаю, если общаться с мужчиной, туповатый, тупые вопросы задают, неинтересный, такой вот, и вообще не знает, как с тобой общаться, не знает, какие вопросы задавать, нет простоты в общении, пытается себя что-то там вымутивать, мутить какую-то хрень из себя. Мне это абсолютно не надо, я это сразу чувствую, и я говорю, извини, всё, пока, 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 и я не говорю, конечно, напрямую, что ты мне не нравишься, не подходишь, и всё, говорю, ну не то, вот не то, я вот не чувствую, что я хотела бы с тобой встретиться, всё, пока, пока. А потом другой вариант такой у меня ещё бывает, значит, когда ты начинаешь общаться, всё хорошо, в телефонном разговоре великолепно, встречаешься, и ты понимаешь, что, ну не то, бывает даже вот увидишь его, подходишь, вот увидела, и уже ты понимаешь, что уже бы развернулась и ушла, ну вот не то, мимика не та, всё, повадки, ну не твоё. Я на другом сайте я ещё была, я сейчас просто говорю за русскоязычный сайт, да, но я немножко засыплю сейчас другой сайт, ещё как он называется, он у меня в закладке, ЗУК, ЗУСК, или ЗУСК, или ЗУК, там очень много американцев, очень много, ну в смысле американцев, англоязычных, не обязательно американцев, но американцев очень много, очень много прядачных мужчин, огромное количество мне пишет, каждый день, по 10 сообщений, боже мой, вы не поверите, я не успеваю просто отвечать, вот я бы там с мужчинами, может быть, знакомилась, потому что там совершенно другая категория мужчин, у меня, я с друзьями осталась с одним американцем, у меня с ним было несколько встреч, мы были в очень дорогих ресторанах с ним, он сам по себе интеллигентный мужчина, такой достаточно очень комфортно с ним общаться, было мы, на английском я с ним общалась, у меня английский очень действительно хорошо, как бы помогает общаться уже с англоязычными, именно с американцами, а он именно американец, но американцы, я говорю, они все очень странные, немножечко они странноватые, они, большинство из них, они на таблетках, там успокоительные всякие, не знаю какие, он тоже, и, ну, он очень хороший, очень, мы в разные ресторанчики ходили, в разные кофеюшки ходили, мы, это было зимой, ну, классно было, я с ним очень хорошо время провела, потом у нас этот карантин, американцы, они все запуганные, перепуганные, перезашуганные, и карантин здесь всех американцев раскидал по домам, они сидят, что еще вам такое рассказать, да, из своего опыта, например, а, вот то, что я вам сказала, Зазуск, да, там очень много, во-первых, сейчас вам скажу, что на сайте, где русскоязычные, там очень, ну, такая активность, я не знаю, там, наверное, тебе надо ходить искать, вот это кого-то, я никогда никого не ищу, никому ничего не пишу, абсолютно никаких там лайки не ставлю, сердечки не отправляю, абсолютно мне это нафиг не надо, я это не делаю, то же самое, и там, как бы, активность такая еще, я, конечно, я не буду говорить в том плане, что, вот, например, у меня возраст, мой там 52, поэтому вот такой вот нет активности, у меня девочки, вон, которые, мои вот, они, подружки, они на том сайте, никакого нормального парня найти тоже не могут, или женатики, или такие, распиздава, знаете, в возрасте, поэтому ты не востребована, ничего подобного, может быть, у русскоязычных, то, ну, как бы, он и нафиг не нужен, такие, какие они там есть, вот, а вот среди англоязычных, очень даже, очень даже неплохо, ты достаточно востребована, очень много можно, ну, встречаться, я вам говорю, находить на дейты, как здесь называется, можно чуть ли не каждый день, это, и, и вскоре замуж выйти, потому что одиноких мужчин, на американских сайтах, которые здесь, то это очень большое количество, и, очень большое количество мужчин одиноких, на американских сайтах, которые тебя приглашают, я же говорю, одно время, я просто поправилась, вот, они тебя будут приглашать, на все, чуть ли не, конечно, это будет в основном пятница, суббота, воскресенье, потому что здесь, в Америке, всегда рабочая неделя, она, она рабочая, и мало кто тебя будет приглашать, в течение рабочей недели, но на выходных, ты всегда будешь занята, ты всегда можешь в пятницу пойти, с одним поужинать, в субботу пойти, с другим поужинать, в воскресенье пойти, с другим поужинать, с третьим вернее, и здесь, конечно, время у тебя, достаточно много тратить, на этом сайте не надо, на ЗУЗК, тут все отлично, и у меня девочка моя знакомая, которая делает мне ногти, она познакомилась, очень быстро с американцами, и вот она в него в доме живет, и у нее все нормально, все хорошо, он себе работает, у него дом есть, она с ним живет, все, то есть, при том, что они английские, не очень, совсем не очень, они что-то там общаются, что-то там понимают, друг друга, его устраивают, ее устраивают, что еще надо, вот, и есть именно, вот, а есть американцы, которые ищут русскоязычных девочек, украинских девочек, украина уже знают, очень многие, украинских девочек ищут, очень даже, и ты с Украины, и все, прямо, прямо вот, ты на расхват, и в хорошем смысле этого слова, поэтому, я же говорю, я, если задать со целью, да, то уже можно выйти замуж до Нового года, но, честно говоря, я до такой степени, хочу сейчас уделить внимание себе, и бизнесу будущему, вообще изменению моей жизни, в плане работы, и все остальное, и это все требует достаточно много времени, внимания, поэтому я не хочу распыляться сейчас на тему мужчины, вот, что хочу, и хочу немножко, наверное, от этого всего отдохнуть, потому что это меня немножко растрачивает, и я распыляюсь, надо отношения, да, как бы выстраивать, и как-то, и с бизнесом вопросы решать, и с работой, и с английским, опять, 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 то есть идти по ступеньке вверх в жизни здесь, в Америке, так как я в Америке, мне для этого достаточно много времени надо, и это время я не могу сейчас позволить тратить, на знакомство с мужчинами, на обеды, на ужин, честно, ну, просто нет, может быть, чуть-чуть попозже, да, я же говорю, у меня, вот я в Украину еду, с Украины я приеду, и потом я решу, что я буду делать, и как, и что я буду, свои вопросы решать со второй половиной, пока это не стоит у меня даже на горизонте, я пока восстанавливаюсь, наверное, вообще от мужчин, надо прийти, наверное, в такое состояние, знаете, как гармония души и тела, и вот в восстановившемся состоянии уже создавать какие-то новые отношения, ну, и со свежими мозгами, со свежими эмоциями, какой-то новый уровень у меня должен выстроиться в голове, и тогда другой уровень мужчин ко мне уже будет приближаться, я совсем немножко затронула американские сайты знакомств, в Америке здесь именно знакомства с англоязычными, да, не только с американцами, потому что здесь есть испанцы, есть и турки, есть и албанцы, очень много, очень много разных национальностей есть, индусы и все, и все, но я за это все не говорю, я в основном говорю про именно американизированных, иностранных граждан Америки, которые на сайтах знакомства, с ними интересно, которые вот такие уверенные мужчины, можно с ними создать уверенные и прочные отношения, так что пока ничего абсолютно я не планирую, просто вам рассказала сейчас о моем опыте, краткосрочном опыте, таком небольшом на сайте знакомства с русскоязычными и с англоязычными. Скажу, что англоязычный выигрывает во многом больше порядочных мужчин, более интеллигентных мужчин, и другие абсолютно, такое другое абсолютно общение идет, и найти можно и очень много общего, я же говорю, это самое главное, чтобы до другой вы подходили, как-то там на каком-то энергетическом уровне, когда ты живешь в Америке, то найти хоть что-то общее можно, когда только приезжаешь из своей страны, и ты еще понятия не имеешь, что такое Америка, то это все сложнее, это вот такой опыт у меня грустный был, с моим американским бывшим мужем, хотя, я же повторю, мы с ним в хороших сейчас отношениях и общаемся. Когда ты уже немножко представление имеешь об Америке, находить здесь мужчины, которые англоязычные, то достаточно как бы неплохо. Можно, и это вариант. И намного большая сложность, это русскоговорящие нормальные мужчины, которые в итоге женат, не обманул тебя и не живется где-то с гражданским браком, вообще нужно быть осторожными с русскими мужчинами, а вообще с мужчинами. Девочки, даже если вы на сайте знакомств, во-первых, не надо этого стыдиться, стесняться, потому что сейчас в наше время, ритм у нас жизни, особенно в Америке, где мы сейчас еще можем познакомиться, как не на сайте знакомств? Первое. На работе. Второе. Среди друзей и знакомых в каких-то компаниях, какой-то ресторан, бар, магазин, супермаркеты какие-то, какие-то торговые центры. Это я говорю в общем, в жизни, где мы можем познакомиться, не важно с мужчиной или женщиной просто. В Америке. Ты сильно, ну, на работе аккуратно надо очень знакомиться. Вот у меня на моей работе, там молодой человек, очень много мне так уделяет внимания, но очень аккуратно, скрытно, и потому что это может все очень неплохо, очень-очень грустно для него выйти, может быть, да, это как сексуальное домогательство. Поэтому все очень сложно здесь, поэтому ты здесь стараешься общаться на работе, только как на работе, только по рабочим вопросам, и очень аккуратно нужно вообще что-либо вообще позволять. Если ты какие-то хочешь отношения, да, вы просто начинайте какие-то отношения. Ну, аккуратно надо быть. Здесь в Америке, в этом плане, здесь на все подается в суд. Поэтому, что у нас остается? Друзья, знакомые, да, да, и, возможно, еще сайт знакомств. Вот на сайте знакомств тут уже поле не пахано, я уже перечисляла, какого типа мужчин. Немножечко попроще уже с сайтами знакомств англоязычных. Там, ну, женатые, вы знаете, я практически не встречала. Или пишут в процессе развода, может быть, у них такая фишечка есть, да, вот, но в основном там одинокие, разведенные, да, там немножечко не так они юлят, как наши. Поэтому знакомьтесь, не стесняйтесь, просторы интернета сейчас дают возможности для всего. И даже выйти замуж, и даже, как видите, я в Америке, да, и вот познакомилась со своим бывшим мужем, и приехала к нему, но не получилось, не получилось, ничего страшного, зато остались друзьями. То есть, пользуйтесь, не скрывайте фотографии хорошие, сбрасывайте роботов, вот этих всяких ботов, этих всяких фейков, нафиг сразу нужно вычислять, понимать, кто, ну и что, ну и что они собой представляют, и нафиг с пляжей их. Вот, на, я, моё мнение, я не реагирую на комплименты, я реагирую на живое, нормальное общение, вот, мне не нравится, когда мне там пишут, там, привет, красавица, как дела, красавица, как дела, секси, все, мне это написали, все, нафиг с пляжа, я сразу блокирую. Вот, я считаю, что мужчина, который нормально общается, хочет какие-то нормальные отношения, да, он пишет, как мне один там написал, мужчина, очень классные фотки, мне очень понравилось, очень жизненные, у меня без фотошопа, без ничего, да, вот на это я отреагировала, да, говорю, да, спасибо, может быть, если не против, давайте познакомимся, давайте, все, и потом дальше идет уже, я там спрашиваю, женат, не женат, и сразу переходит уже в другое русло отношения, да, когда женат, то там уже по-другому общаешься, вот, то есть тоже прекращаешь общение, все, ну, хорошо, мои дорогие, пока-пока, до следующих встреч, до следующих тем, пока-пока.